Акула Пера Достаточно солидная мафия собралась. Я плохо представлял себе, как это все выглядит, но судя по тем кулуарным разговорам, я чувствую, что вы неплохо тут устроились. Даже черной завистью это трудно назвать, но такого сплочения среди музыкантов я не замечаю в последнее время. Свердловский архитектор Межсоюз Вячеслава Бутусова Ильи Кармильцева, поэта-песенника, который до сих пор имеет прямое отношение к большей части репертуара группы. Что же касается самого господина Бутусова, то он, в отличие от многих коллег по жанру, не участвует в светской жизни, не ведет телевизионных программ и не снимает кинофильмы. Иными словами, дает повод говорить о себе только как о музыканте. Вячеслав, скажите, я вот изучал публикации, которая о вас и о группе в последнее время, и там как бы основной тон некая усталость. И ваша, и музыкантов, и некоторая творческая усталость постоянно об этом пишут. Вот такой был термин кого-то из нас, утомленный роком, да? Да. Вот, скажите, это настрой средств массовой информации, которая усердствует создание вашего образа, или действительно все так плохо? Я сейчас воспользуюсь возможностью того, что нет рядом Кармильцева Ильи. Он как великий комбинатор, он периодически пытается придумывать какую-то определенную изюминку, выдавить. И, пользуясь этим, так сказать, создать определенный имидж вокруг группы или вокруг того проекта, который мы, допустим, собираемся делать. Поэтому Илья как бы эту утку запустил, и вот теперь он с ужасом наблюдает, так сказать, плоды. Находясь в Праге почему-то, я вот теперь должен отдуваться, почему это мы все такие усталые. То есть на самом деле ничего похожего, да? Да на самом деле вообще, по-моему, на сто процентов серьезно воспринимать то, что, по крайней мере, я говорю, вообще нельзя. В самом деле, то есть вы такой переменчивый человек, сегодня вы говорите одно, сдав совсем другое. Да, я несбалансированный человек. Это помогает вам при написании песни, или это самые отрицательные качества? Я думаю, что помогает, потому что иначе вообще бы ничего не получилось. Ну хорошо, давайте вспомним тогда историю. Вот когда только начиналась группа Наутилус-Помпилиус, и если рассматривать ее сегодняшнее состояние, вы тогда видели, что вот события будут развиваться именно таким способом? Вот такой славы вы достигнете, такой ажиотаж вокруг вас будет, или вы все представляли гораздо скромнее себе? Я до сих пор считаю, что мы еще не добились того, чем могли бы воспользоваться, то есть теми потенциальными возможностями, которыми нас наградили, в силу того, что мы не очень серьезно к этому относимся. Как мы копались на картошке, будучи абитуриентами, и, так сказать, выбрали себе такую форму существования, помимо того, что это, так сказать, массовое явление было во всех студенческих кругах. Так вот мы до сих пор и с легкой стыдливостью относимся к тому, что мы делаем. В самом деле? Конечно. Я ломал стекло, как шоколад в руке, Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог им простить Того, что у них нет тебя, и они могут жить. Но я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. В комнате с белым потолком, С правом на надежду, В комнате с видом на огне, С верою в любовь. Господа, пожалуйста, ваши вопросы. Только я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в гостях непостоянный человек, и, может быть, на самом деле он думает совсем не то, что будет отвечать. Прошу вас. Слава. Группа «Наутилус Пампилиус» время от времени претерпевала изменения в составе. И, насколько мне известно, общаясь с музыкантами твоей группы, я поняла, что ты очень легко расстаешься с людьми. То есть бывали моменты, когда люди узнавали о том, что они как бы уже не работают. Буквально в последний момент, когда, допустим, там уже были какие-то замены готовы. Если я не права, ты можешь это опровергнуть. И вот на самом деле сложилось такое впечатление, что ты очень легко расстаешься с людьми, а ведь люди работали в твоей группе, они как бы прикипели к этому душой, скажем так, а получалось все как-то очень тихо и не очень... Да, на самом деле и не очень красиво, скажем так. Да, может быть, это некрасиво, но если вот пользоваться, так сказать, вот твоей же формулировкой, что это происходило в последний момент, то можно считать, что этим последним моментом являлся момент, так сказать, понимания того, что дальше мы работать не можем. Хорошо, давайте на конкретику перейдем. Вот Алексей Могилевский, он одно время уходил, потом опять пришел, с ним вы мирно расстались? Да, тогда ситуация была достаточно простая. Всем было понятно, что дальше остается только друг другу, так сказать, мордой набить, и тогда уж последний момент действительно наступит. Потом произошло примирение, потому что сейчас он опять в вашем составе. Да, мы на каком-то, так сказать, психологическом уровне изменились, и в том числе и его отношение к работе тоже изменилось, и мое отношение к работе за все это время изменилось. И мы оба, воспользовавшись этими выводами, немножко по-другому живем и относимся к тому, чем занимаемся. Слава, я заранее прошу прощения за мой вопрос, если он вас каким-то образом заденет или обидит. Он касается лично не столько вашего творчества, сколько вас самого. Скажите, пожалуйста, вы вообще суеверный человек? Да, боюсь, что да. Дело в том, что, понимаете, отслеживая период вашего творчества, я пришла к очень интересному выводу. Понимаете, ваши сольные концерты, как важно, почему-то попадают на 13-е числа. Далее, когда просто начинаешь смотреть песни, даже я очень хорошо помню «Наутилус, Пампилиус», вот еще времен «Я хочу быть с тобой», понимаете, все песни, они очень мрачной направленности. И, наконец, даже чисто вот, как вам сказать, глядя на вас, вы очень привлекательны, но у вас такая демоническая внешность. Вы в курсе того, что все люди делятся на людей от Бога и людей от дьявола. Вот не относите ли вы себя ко вторым? Не хотелось бы мне в это верить. Я всячески, может быть, из-за того, что я всячески пытаюсь бороться с этим, с этим мортальным явлением, может, у меня так и получается. Вы даже город выбираете для жития Петербург, который, в принципе, сами же петербуржцы назвали ошибкой Петра. Понимаете, это город, в принципе, мрачный. Это город, построенный на болотах. Ну, тут я уж не соглашусь, поскольку речь идет, так сказать, в третьем лице о городе, который мне очень нравится. И другое дело, что ошибка Петра заключалась в том, что он не очень удачное место выбрал, а сам город, сам по себе город, и по атмосфере, и по темпераменту очень хороший и очень добрый. А что за взаимоотношения у вас числом 13? У меня никаких взаимоотношений нет, потому что, как бы, никакой взаимности не может быть. Я совершенно... Я, пожалуйста, соседки. Скажите, что произошло между вами и Юрием Шевчаком? Он, как я помню, применил к вам физическую силу, перепутав вас с Михаилом Барзыкиным. Поскольку это давняя история, может, расскажете? Да, Юра у меня в долгу теперь. Причем давно испытывает мое терпение. Нет, ну, я не хотел бы очень подробно на этом останавливаться, потому что времена... Это было давно, это были времена кругового безобразия вообще, повсеместного, огульного. И действительно, я, например, не могу на 100% гарантировать, что я получил пинка от Юры Шевчука только за то, что он спутал меня с Барзыкиным. Может быть, это он потом, так сказать, выбрал такой способ оправдаться. А как это произошло вообще? Произошло это следующим образом. Это я помню практически... практически достоверно. Я помню, сначала он оторвал мне пуговицу у пиджака. Я за ней нагнулся. То есть, каков ход был. Я за ней нагнулся и получил пинка от Юры, которого вы выводили из Дворца молодежи, по-моему, за то, что он себя очень шумно вел. Ну, прошу. А вообще взаимоотношения вот среди рок-музыкантов, это некая тайна, потому что вот поп-музыканты как-то более активно обсуждают нравы в своей среде, иногда выносяют на публику, а у вас как-то все это втихую происходит, я так понял. Я думаю, что немногие знали вот об этом замечательном пинке, да? Вы, коллеги, соратники, вы друг друга относитесь хорошо или вы конкурентские злостные? Я думаю, что там просто особенно осуждать. Обсуждать нечего и осуждать тоже. И даже когда мы собираемся вот в тесном кругу, так сказать, ну, в неофициальном, очень редко происходят разговоры на профессиональную тему. Вячеслав, очень жалко, что нету господина Кормильцева, потому что вообще-то вопрос адресован был ему, и вопрос, собственно говоря, не мой, а по новой традиции, складывающийся на глазах, последнический такой. Вам большой привет от вашего большого любителя, поклонника в кавычках, Бориса Гуревича Зосимова. Человека, который, как он утверждает, начинал с срока, а теперь в отношении вас употребил такую рифму, как рокеры-шмокеры. Он вообще везде повсеместно утверждает ироническое отношение к людям той породы, которую вы представляете. Вопрос был такой. Скажите, пожалуйста, вы действительно автор текста к песне Луиза? Да. Вы действительно автор текста к песне «Праздник общей беды»? Да. Вы действительно автор, ну, не могу сказать такой громко, перевернувшего страну боевика, про, ну, достаточно впечатлившего всех боевика, про шарль цвета хаки. Да, была такая агрессивная. Это ваши вещи, все три, названные мною. Тогда, собственно говоря, вопрос к вам. В чем смысл присутствия вашей стихотворной части, ну, вашего творчества, Ильи Кармильцева, у которого теперь, по наблюдению привередливого господина Зосимова, ни в одну музыкальную вашу фразу не вмещается ни одна строка. Я очень хорошо едкость Зосима в данном случае понимаю. Он говорит, можно написать любой бред. Я вышел из дому, попал в лужу, съел лягушку, посмотрел наверх, где ты была, моя сестра? Я постараюсь запомнить. Любой, нет, я хотел бы, это принципиальный вопрос, и я к изумлению музыковеда Климова давно к нему готовился. В чем смысл? Можно, в чем смысл того, чтобы писать стихотворение размером с Библию и умудряться настолько не стыковаться с мелодистом данной песни, чтобы в одной строчке передать всю историю человечества, развитие его. А музыка-то простая. Элоиза, восхитительно элементарная по эмоциональности песня. Выгоните, наконец-то, Кормильцева, он уже и живет-то в Праге. Пишите сами. У вас получается много лучше. Или вас, так сказать, обязывает мужская дружба многолетняя? И это в том числе. То есть, я могу сказать, что я, поскольку я человек, очень трудно адаптирующийся к любым проявлениям в жизни, то, и поскольку я, в общем, являюсь инициатором того, что я использую большинство текстов Ильи, то, в общем, вся ответственность лежит на мне. То есть, меня точно так же можно высечь за то, что я вот, как бы, да, вот не могу, не можем мы с ним разобраться в этом смысле. Хотя, в общем, мне кажется, что у нас достаточно устойчивые отношения в силу того, что мы давно уже работаем. И, как правило, тексты выбираю я. И очень редко Илья пишет, допустим, на мою так называемую музыкальную рыбу. И достаточно редко пишу я тексты. Как правило, это максимум два текста, допустим, для того материала, который мы готовим к новому проекту. Вот. Это потому, что я ленивый, это потому, что Илья очень плодотворный человек, и мне просто иногда, честно говоря, просто не остается, куда, так сказать, вклиниться со своими тоскливыми мыслями. И, в общем, могу себя самокритично обвинить в том, что я достаточно достаточно инфантильно отношусь к сложившемуся положению. Хотя, в общем, у меня нет никаких, честно говоря, никаких оснований считать Илью, так сказать, человеком лишним. Скажите, пожалуйста, я спрашивал только про то. Вот вы всегда сами четко понимаете, о чем пишет Тормильцев. Четко. Я понимаю, что Тормильцев может отбояриться от вопроса тем, что скажет, а разлагать поэзию на части это дело людей необразованных. Но там такой уже, ну как бы помягче выбрать слово, там такой перебор по части метафор, что я думаю, что Бутуссов мучительно выговаривает эти слова, глядя из зала. Потому он не понимает, что там. Не понимает, что там. Если там простая идея, то он когда-то по началу вашему и успех имели именно двусмысленные тексты. Теперь ситуация изменилась. Либо вы пойте так, чтобы ваши даже преданные фэн понимали, о чем идет песня. Это же просто уже не песня, а излагание Библии, в трактовке господина Кормильцева. Почему она должна быть такая перенасыщенная элементами всякими? О чем песня? Песня о чем? Или это вопрос глупый? О чем каждая песня вот на последнем альбоме? Да нет, это вопрос не глупый, но дело в том, что я больше интуитивно отношусь, когда подбираю какие-то тексты. И когда я не понимаю, мне кажется, что я каким-то образом чувствую. Потому что, например, тот текст, который мне не нравится, у Ильи, я стараюсь все-таки ему объяснить, что он мне не нравится не потому, что он сам по себе плохой, или потому, что Илья такой многосложный человек, а он на порядок умнее меня и на многое эрудирование. Поэтому я не имею права, допустим, со своей точки зрения, Илью чему-то, так сказать, поучать в чем-то. Так что, вот, хотя бы по тем формулировкам, по тому тону и темпераменту моего изъяснения, вы должны понять, что у нас наши отношения строятся как на дружеских, так и на профессиональных. Ты снимаешь вечернее платье Стоя лицом к стене, Я вижу свежие шрамы Накладные, как бак в спине. Мне хочется плакать от боли Или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Ну, сейчас после презентации крыльев я бы хотел узнать от вас вот что. Вы сами довольны вот этим вот альбомом и считаете ли вы его целесообразным? Потому что, ну, вот это вообще сейчас какое-то известное мнение, что для Наутилуса в плане промоушена он не был настолько необходим. То есть вы же не Алена Апина, которую надо выпускать каждый день по новому альбому. И если уже обозреватели в мире поп, я сейчас называю, Атара, замечают вот такие вот проколы, которые можно привести, ну, прям леет мотив крыльев. Я не буду спрашивать, сколько у тебя денег. То есть, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, однозначно нестыковка ни музыки, ни текстов. И по большому счету альбом не содержит таких хитов, к которым мы привыкли слушать. Целесообразно ли вы сейчас считаете выход именно этого альбома? Вот, к сожалению, однозначно не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я вообще никогда не думаю о целесообразности как таковой. И другое дело, что я могу отдавать себе отчет, какие проколы, так сказать, были сделаны. Но если, допустим, есть какой-то материал, то, как правило, я могу сказать, что мы не скрываем своего желания, так сказать, сделать его быстрее. Ну, то есть, поработать в студии. Вот это может быть ошибка профессиональная, так сказать, вот это проявление нетерпения. Нет, однозначно, но «Ампилиус» — это не альтернативная команда, которая сидит в подвале, и как бы выпустят они альбом сейчас, или через год мало что от этого изменится. У вас же есть наверняка финансовый директор, есть инвесторы, для которых все это очень важно. Есть рекламная кампания, нет рекламной кампании. Это же бизнес довольно серьезный. Вы этому не придаёте никакого значения? Я этому придаю большое значение. Но дело в том, что, как правило, так сказать, вот сама рекламная кампания, она никак не стыкуется с моими представлениями о том, что на самом деле и как вообще это должно быть. Потому что, оказывается, я очень наивный и очень глупый человек в этом смысле. Мне кажется, что нужно, например, выбрать, пусть меньше, но хороших песен достойных, чем, так сказать, набивать мешок до определенного объема. Но, оказывается, у нас существует определенное контрактное обязательство, по которым, оказывается, не то, чтобы мы имеем какое-то право участвовать в разработке рекламного проекта, как она должна сама по себе выглядеть. Оказывается, мы имеем право просто высказывать свои мнения, но делать этого никто не будет. Я считаю, что как бы после разлуки, который как бы стал таким продлевом ваш на большую арену, хотя до этого были тоже неплохие альбомы, в принципе, лучший ваш альбом, в принципе, написан за все это время, это был «Родившийся в эту ночь», я так считаю. Он был и в текстовом плане, и в плане музыкального. Я считаю, что это был пиковый альбом, после которого как бы вы не приблизились к нему, так сказать, даже на 90%. И мне просто очень интересно, в тот момент был отличный состав у команды, там был и Белкин, там был и Жават Заде, так сказать, куда вдруг он весь испарился, что произошло, был ли какой-то действительно конфликт между вами, или это чисто какие-то технические моменты, так сказать, и как ты вообще относишься к этой работе, и вот к тому, что ты сделал после этого, скажем так. Где вообще составство? Я, в общем-то, достаточно ровно отношусь ко всем своим результатам, и мне иногда хочется думать, что с каждым новым, допустим, проектом мы делаем что-то новое, то, чего не делали до того, что-то привносим. Потом проходит время, оказывается, что мы делаем все то же самое, а с прошествием времени нас начинают упрекать в том, что мы делаем все хуже. Вот такой парадокс. И, значит, я думаю, что все это зависит от эффекта узнаваемости. Нельзя же следить с таким чувством патриотизма за каждым альбомом группы «Наутилус по Ампириус» и забить себе до такой степени голову, чтобы даже я некоторых песен уже не помню, они почили в базе. Так что, в общем, это все совершенно нормальный процесс восприятия. Ну, все составы так или иначе распадались по двум причинам. Либо потому, что человек уже не мог работать в таком душном коллективе, как «Наутилус по Ампириус». Либо, значит, ну, как правило, инициацией происходил уход кого-нибудь. Нас выращивали дёмно, мы гороховые зёрна. Нас теперь собрали вместе, можно брать и можно есть. Но знайте и запоминайте, мы, ребята, не зазнайки. Нас растят и нас же сушат не для того, чтоб только кушать. Из нас выращивают смену для того, чтоб бить об стену. Вас отваривали в супе, съели вас. Теперь вы трупы. Кто сказал, что бесполезно биться головой об стену? Хлоп на лоб, глаза полезли. Лоб становится криметный. Я хотел все-таки вернуться к вопросу об эмоциональном состоянии. То, что вот вы даже сейчас производите на меня такое впечатление, у вас такое вот выражение лица, что вы потеряли что-то очень ценное лично для вас, причём безвозвратно, безвозвратно абсолютно, то есть вы о чём-то очень озабочены. И вы даже ни разу не улыбались нигде, никогда. Я вас не видел таким вот каким-то жизнерадостным. Вообще, в принципе, вообще существует в жизни хотя бы какая-то единственная вещь, которая вас может хоть чуть-чуть развеселить? Да, конечно. Ну, я думаю, что это просто... Это ко мне прилип уже такой образ, что я никогда не улыбаюсь, что я вечно с каменным лицом, так сказать, как будто... А вот из камеры широко, пожалуйста, если можно. Нет, я... Для зрителей. Они, может быть, тоже никогда не видели. Я адекватно отношусь к любой ситуации. Я не могу смеяться, если мне не смешно. И, кроме того, потом, если, допустим, говорить о тех вещах, которые действительно так или иначе воспринимаются разными людьми, то я, может быть, слишком чувствительный человек для мужчины, и поэтому я очень полезно переживаю некоторые действительно серьёзные потери в жизни. Вот. Это может быть связано ведь не обязательно с тем, что на каком уровне реформ находится, так сказать, наше государство. Иногда эти причины кроются, так сказать, в семье, там, или ещё в каких-то... Как раз, я помню, согласно слухам, когда... В вещах совершенно неизбежных. А у вас хотели слухи, как о человеке исключительно меланхоличным, подверженным депрессиям, и в этом плане очень неравновешенным. То есть даже некоторые боялись за некоторые слишком радикальные решения каких-то социальных проблем с вашей стороны? Ну, в принципе, всё это соответствует истине. Это так. Я, например, совершенно точно знаю, что если я выпиваю сверх необходимой мне физической дозы алкоголя, то после этого три дня депрессии мне обеспечены. Ну, хорошо. А вот, допустим, вещи более конкретные. Вы придумали, что после того, как ответы программы, выходить на бис не нужно. И кланяться тоже не нужно. Обычно уходите за сцену, но на этом как бы всё кончается. Все уже знают, что если он ушёл, значит всё. Нет, это не мы придумали. Мы всего лишь пользовались теми обстоятельствами, которые нам давали, так сказать, в процессе игры те или иные банкиры. А это были в том числе и зрители, и журналисты, и вообще близкие люди. Если мы чувствуем, что мы действительно, что народ не из участливости, так сказать, вызывает на сцену, а если мы чувствуем, что действительно мы что-то такое хорошее сделали для них, то мы с таким же хорошим удовольствием можем выйти и, в общем, ещё один концерт сыграть. Я, наверное, не изучил человек, ни разу такого не видел. Хорошо вас. Вопрос у меня касается подрыва того, в чём никто никогда не сомневался, в профессионализме наутилуса Помпилиуса. Я не хотел бы опять-таки говорить о текстах, как говорил лингвист Кушанашвили. Значит, у меня вопрос касается МДМа. То есть по концерту в МДМе сейчас многие судят о теперешнем наутилусе. К концу концерта, даже ко второй половине концерта, честно говоря, на вас было очень просто больно смотреть, потому что от голоса остались одни воспоминания. Вот, может быть, как бы, будучи мэтром рок-музыки всё-таки стоит, надо заниматься вокалом и хотя бы, чтобы выдержать элементарный сольный концерт. Я все эти претензии принимаю, но ничем помочь не могу, потому что всё, что мы делаем, мы стараемся делать в силу своих возможностей. Просто бывают такие состояния, за которые просто стыдно, и физически, и химически. А когда действительно всё хорошо, честно могу сказать, что была пара-тройка концертов, которые проходили замечательно. А в остальном это всё, это, в общем-то, всё наше непрофессиональное отношение к нашему профессионализму. А и, может быть, это ещё, так сказать, инерция воспитания того времени. Не хотелось бы, конечно, в обидном тоне говорить об этом, но вот этот элемент пассивности, так сказать, что почему, например, мы все очень любим кино, потому что кино – это такая вещь, там что-то происходит, а тебе делать ничего не надо. Вот. И на самом деле мы уже, как бы, немолодые люди, и прекрасно понимаем, что нужно что-то менять в силу этих обстоятельств. Мы всё-таки, может быть, наберёмся мужества и предпримем какой-то экшн, типа ухода на дно, а для того, чтобы в несуетливой обстановке посмотреть на себя в зеркало. Ой, я надеюсь, что из меня вы не уйдёте на пенсию. А из-за вас и уйдём. Если ты хочешь любить меня, полюби мою тень, Открой для неё свою дверь, впусти её в дом. Тонкая, длинная, чёрная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света её нет. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты можешь, сделай белой мою тень. Мне бы хотелось коснуться такой темы, как Вячеслав Бутусов и экран, и видео. У меня складывается впечатление, что ваше появление на экране, когда вы даёте телевизионное интервью, они происходят в силу необходимости, потому что вы всё-таки артист, нам нужно появляться. Но мне кажется, что вы не очень любите появляться в телевизионных программах, именно как интервью. И вы, не знаю, видимо, снимаете с клипов, постук, поскольку опять-таки это нужно. Я могу ошибаться. Но вы неплохой актёр, как выяснилось, после нескольких клипов, именно постановочных, в которых вам нужно было всё-таки играть какую-то роль, не просто показывать своё лицо. Как вы относитесь к видео, к этим съёмкам, и ваше отношение к экрану, к телевидению и так далее? Вот в силу того, что я считаю, что я не тот человек, который способен... Вот я могу привести пример очень специфического искусства, это кинематографа. Я считаю, нужно родиться специальным человеком, чтобы всё это выдержать и вынести с достоинством. Потом я считаю, что я в принципе не артист по природе. И недостаточно гибок, недостаточно, так сказать, удобен для работы в таких случаях, когда режиссёр должен направлять, а человек как исполнитель должен сходу, так сказать, всё это выполнять. Как актёр, вы утверждаете сейчас, что вы не актёр по природе, но вы же всю свою жизнь, если не ошибаюсь, стоите на сцене. Каким образом вам это удаётся, если это не ваше внутреннее? Я думаю, чтобы стоять на сцене, не обязательно быть артистом. Спасибо. Достаточно попытаться избежать делать некоторые неловкие движения, поменьше улыбаться и вообще пореже открывать рот. В одном из ваших интервью я с интересом прочитала, что в новом альбоме «Крылья» есть детский вокал, и этот детский вокал принадлежит вашей дочери, четырёхлетней Ксюше. Вы, по-моему, превзошли всех вообще, поскольку она такая маленькая и уже поёт у вас. У меня вопрос несколько такого совмещенного характера. Вы в последнее время часто меняли свой имидж. У вас то был голый череп, то теперь вот белые волосы. Скажите, вот эта юная Ксюша, малюсенькая, вернее даже, Ксюша не юная, а как она относится к вашим, так сказать, изменениям и переменам? И второй вопрос. Собираетесь ли вы дальше использовать её голос в своём творчестве? Я могу сказать, что Ксюша, как любой ребёнок, очень чувствительно относится к моим внешним переменам. И она просто топала ногами, бегала с плакатами, устраивала демонстрации, кричала, что уйдёт из дома вообще, когда меня моя собственная жена побрила на лысо. Но я могу сказать, что кроме того, что я инициализировался и аэрировался, и тем самым принёс себе физическую пользу, никаких задач перед этим не стояло. Просто я давно собирался это сделать. Что касается её использования вокальных данных, я могу сказать, что однозначно могу сказать только одно, что у неё очень громкий голос и для её возраста, и для её принадлежности к полу. Значит, и мне показалось, что это привнесёт определённую долю абсурдизма в том случае, в котором я её использовал. И мне кажется, что Ксюша полностью оправдала мои надежды. Она спела совершенно не имеющие отношения какие-то не с вокальной точки зрения, ни с мысловой, ни с текстовой. Может быть, кому-то не по душе богатая насказательность и метафоричность ваших последних песен, но именно в этом, на мой взгляд, их прелесть и новизна. Ваши последние работы — это целые истории, целые баллады. В них действуют даже исторические личности, такие как Тутанхамон и Чингисхан, богатые инструментарии, тонкие, изысканные оркестровки. И по сравнению с 1987 годом, когда вы впервые заявили о себе широкой публике, виден этот громадный фантастический рост ваш как музыканта и как артиста. Да, именно артиста, не нужно этого стесняться. Вместе с тем, за эти годы было несколько пауз досадных перерывов, которые позволили злым языкам говорить о том, что научилось иссяк, иссох и так далее. Конечно же, эти слухи доходили и до вас. Как вы реагировали на них, как вы переживали это как музыкант, как артист, как утонченный человек, художник? Я могу сказать, что просто в силу своей психики чаще всего я приходил к выводу, что мне это помогает. Потому что это, видимо, единственное, что меня может расшевелить. То есть это получить хорошую затрещину, такую качественную и грамотную, и очень весистую. Потому что внимание перестаёт концентрироваться в тот момент, когда слышишь в основном хвалебные эпитеты. А это расслабляет даже не в силу того, что есть такой тип людей, которые очень любят, когда их хвалят, а в силу того, что просто разжижает мозги. И вот поэтому я считаю, что я положительно отношусь к любой критике, а тем более к нашей, потому что нас очень трудно критиковать, в частности меня, например, моё творчество, потому что оно ни с чего не начинается и ничем не заканчивается. Поэтому, так сказать, я, в общем, только сочувствую тем людям, которые хотят этим заниматься. — Тут уже неоднократно говорилось о последнем альбоме. По-моему, беды-то начались не с него, а немножечко раньше. То есть когда появляется песня с очень сомнительными музыкальными достоинствами, и когда в тексте тоже таком каком-то очень странном говорится о Тотанхамоне, почему это именно за его мудрость так прозвали, оказывается. Как вы вообще, простите, до жизни такой? Может быть, я бы и не задал этот вопрос, но я знаю массу ваших коллег как из Москвы, так и из Питера, обойдемся беззаменом, которые очень много повеселились конкретно вот над этой песней? — Мы сами каждый раз используем возможность повеселиться над тем, чем мы занимаемся. Грубо говоря, поглумиться. — По-моему, не скажешь, что это так. — Нет, серьезно. Вы плохо представляете себе атмосферу в студии, когда там щепки на щепки не остается. — Ну, конкретно в вашей студии я действительно ни разу не был, уж простите, у меня такой правил. — Ну, я извиняюсь за упрек, то есть я не хотел вас упрекать в этом. Я имею в виду, что, в общем, я лично вас прекрасно понимаю, потому что у нас 50% времени уходит на подстегивание тех или иных вещей. Акулы глотают силу, но капитан, все акулы в курсе, что мы скоро пойдем до дну. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я вот смотрю, в каком-то странном благоговейном ключе идет эта беседа. Для меня это удивительно. И поэтому я сейчас несколько просто фактов приведу. Дело в том, что когда эта программа выйдет, я думаю, многие хит-парады многих газет, журналов будут подведены. В частности, я веду полосу «Мега-хаус» молодежной музыки в московском комсомольце. И мой хит-парад тоже будет подведен. И, в частности, ваша кандидатура в нем находится на последнем или предпоследнем месте, я не помню точно, то ли 9-е, то ли 10-е место, в десятке я имею в виду. А группа Агата Кристи занимает там первое место. В связи с этим, первый вопрос, как вообще вы относитесь к попаданию или пролету мимо хит-парадов? В частности, вот попаданию в молодежный топ или не попаданию? Во-вторых, вот на такую сентенцию от одной вашей фанатки, что вы ответите? Выбираю Бутусова. Новые фанатки хотят, чтобы он был их папой. Ему от этого не по себе. Вот и стрижется, вот и выкрашивается в желтое. Мне было бы более удивительно, если бы, допустим, молодежь ставила на таких людей, как я. Потому что мы являемся в определенной степени мейнстримом, и мы не в состоянии конкурировать как с молодыми исполнителями, так и модными. И, так сказать, нужно отдать себе отчет в этом, потому что наша внутренняя структура не позволяет нам делать такую музыку, даже если мы этого захотим. Поэтому, собственно, угнаться за этим мы не можем. Прошу вас. С вашим прошлым более-менее все ясно. Есть альбомы, мы их слушаем. День сегодняшний тоже как-то мы, события дня сегодняшнего мы как-то разобрали. Давай заглянем в день совсем далекий. Лет через 10 я, например, вижу тебя на каком-то профессорском подиуме, но если не в смокинге, то, по крайней мере, в солидном костюме с бабочкой. И ты в организованной тобой общеобразовательной рок-школе, молодым таким рок-музыкантам преподаешь, как нужно вести себя на сцене, как писать песни. Или в каком-то фишенебельном кабинете ты пишешь мемуары, и ты думал о чем-то подобном? Ну, приблизительно тем же образом. То есть, если, когда меня вынуждают задумываться об этом, хотя я не хочу думать об этом, если серьезно, то мне бы хотелось лет через 10, поскольку мне будет 44 года, мне бы больше хотелось заниматься мультипликацией или проявить себя, так сказать, в рисовании. Архитектурой. Чем преподавать или, честно говоря, стоять на сцене. А об архитектуре говорить вообще нечего. С того самого момента, как я перешел на третий курс, я автоматически начал забывать, что такое градостроительство, о котором думал с таким светлым взором, когда поступал в институт. Положилось впечатление, что рядом с тобой должен быть человек, который должен тебя по жизни толкать. Как является сейчас кормильцем, в жизни, наверное, жена, которая постоянно тормошит. Моя жена меня... Не боишься, что лет через 10-15 такого человека не будет? Ну, за исключением жены, которая будет дома тормошить. Я надеюсь, у нее большой запас жизненной прочности. На самом деле, вот в этом смысле я действительно благодарен своей жене, что у нее хватает терпения со мной возиться. Так что большое ей спасибо. Общественно, мой первый человек, который признает, что в рок-музыке есть понятие пенсии, потому что все остальные говорят, что даже в инвалидной колеске можно этим довольно успешно заниматься. Поскольку его нет, то все и говорят все, что не по поди. Большое спасибо. Я думаю, все мы неплохо провели время. В гостях у нас был Вячеслав Бутусов, за что ему большое спасибо. Следующий раунд такой опера ровно через неделю. Увидимся. Вячеслав, вам очень здорово удается скрывать свое настроение, я так думаю. Вот скажите, пожалуйста, ваше эмоциональное состояние до программы и после программы, оно претерпело какие-то изменения или нет? Наверное, да, конечно. Я ведь честно могу сказать, я, в общем, не боец по натуре. И для меня, например, непривычно, так сказать, действовать на поражение. Поэтому, когда меня вынуждают отвечать в той или иной форме, я, в общем-то, стараюсь приблизиться к форме оппонента, как хамелеон. В итоге какое впечатление осталось, положительное или отрицательное? Ну, у меня тут отношение какое впечатление. Слава Богу, что все закончилось. Потому что, как-то на самом деле выглядит со стороны, к сожалению, я не берусь судить. Большое спасибо. И Андрей закричал, я покинул причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Ты видишь, там на горе возвышается крест. Под ним висят как солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...